Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Сегодня президент страны Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. В первой церемонии оглашения прошла в центральном выставочном зале Манеж. Интерес к посланию огромный. Оно отражает позицию главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики. Число гостей превышало тысячу. Это представители Госдумы, Советы Федерации, руководители регионов, министры, главы основных конфессий. В числе приглашенных глава Республики Михаил Игнатьев. Вот как прокомментировали послания депутата Государственной Думы от Чуваши. Сегодня львиная доля послания была посвящена обеспечению национальной безопасности и военному строительству, новым видам вооружений. Для меня очень важно, как для гражданина, понимать, что моя мирная жизнь обеспечивается в полной мере. И что сегодня мы находимся в безопасности, что мирные процессы не будут остановлены. И нам очень важно понимать, что мы не нападаем, а мы обороняемся. И что мирная жизнь, вот все, что мы делаем, чтобы у человека нашего, у нашего гражданина были возможности улучшить свои жилищные условия, чтобы были возможности доступного образования, чтобы была доступна медицина. Вот все, о чем он сегодня говорил. Но между тем, чтобы все это действительно было возможно и завтра. Потому что вы видите, что есть сегодня новые вызовы и угрозы. И на эти вызовы и угрозы нужны ответы. Приятно было услышать мне послание, что Владимир Владимирович остановился на проблеме развития городов. Программа «Комфортная городская среда». Средства на этих целях более чем в два раза увеличиваются. О развитии городов должны участвовать и сами жители. Местным администрациям рекомендовано согласовывать проекты развития городов с жителями. И жители должны сами определять, что в первую очередь необходимо для города. Какие проекты нужно в первую очередь развивать в городе. Это такой открытый диалог населения с властью, с местным самоуправлением. Хочу отметить, что город Чебоксары у нас развивается много со временем. Благоустроятся новые общественные места. Прекрасная набережная. Город Чебоксары готовится к юбилейным датам. 550-летию города Чебоксары, 100-летию Чувашской автономии. И к этому времени многие общественные места будут благоустроены. Важно для меня, что город Чебоксары последовательно, целенаправленно развивается. Все мои коллеги, все участники данного мероприятия, исторического, не побоюсь этого слова сказать, конечно, ощутили энергетику, стабильность и уверенность в завтрашний день. А сегодня это, я считаю, что немаловажно для нас, для всех граждан Российской Федерации. Ну и то, что касается непосредственно работы депутатов Госдумы, членов Совета Федерации. Конечно, по итогам послания, по тем задачам, которые поставлены правительству, нами будет утверждено постановление. И все положения данного постановления будут учтены в работе над законодательными актами. Я думаю, что послание, обращение не только к Федеральному собранию, а тем жителям Российской Федерации, оно является сегодня поистине историческим. И именно это послание должно консолидировать и объединить все население России. Послание слушали и смотрели на местах. Личные впечатления в наших следующих комментариях. Владимир Владимирович, на мой взгляд, сказал очень важные вещи, что ни одно государство не сохранится, если не уделять большое внимание заботе о каждом отдельно взятом человеке. Говоря о демографической политике, было отмечено, что здесь однозначно есть своя результативность. В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России одни из самых высоких в мире. Продолжительность жизни в стране увеличилась более чем на 7 лет и составляет сегодня 73 года. В последующие 10 лет Россия должна войти в число стран, в которых средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. В послании прозвучала впечатляющая у меня цифра – 3,4 триллиона рублей. Это сумма, которая планируется для реализации мероприятий по охране материнства и детства. В том числе эти деньги будут направлены на обновление детских больниц, поликлиник и на другие мероприятия. Я с гордостью могу сказать, что те мероприятия, о которых говорил президент, это равный доступ к медицинским услугам не только в пределах городов, но и в сельской глубинке. Это организация шаговой доступности, то есть строительство, капитальный ремонт ФАПов, врачебных амбулаторий, внедрение программы «Мобильная поликлиника», повсеместное распространение телемедицинских технологий, акцент на профилактическую медицину, то есть создание возможностей прохождения гражданином ежегодно профилактических осмотров, развитие онкологической службы. Все это в Чувашии успешно реализуется и уже не первый год. Мне кажется, важное было в ежегодном послании президента нашей страны обращение к широкому кругу предпринимателей. Он подчеркнул их роль, их вклад, призвал еще к более активному участию в экономической жизни страны, быть также более социально ответственным, остановился на очень важных элементах, которые волнуют каждого предпринимателя. Первое – это так называемая проблема исчисления налога, исходя из кадастровой стоимости. Мы знаем, что у нас в принципе рынок упал и зачастую кадастровая стоимость превышает рыночную. Дал поручение разбираться с этими вещами в первом полугодии уже, до конца первого полугодия 2018 года. Второе – он отметил то, что будущему правительству необходимо принять меры для того, чтобы наше фискальное и налоговое законодательство стало более стабильным. В послании президента Российской Федерации еще раз позвучало о том, что подписан федеральный закон о добровольчестве. В Чувашской республике таких ребят самых разных – учеников школ, студентов вузов, работающих – более 40 тысяч. А в нашем Чувашском государственном университете – более тысячи. Все они работают по разным направлениям. Это кровь донора дарит жизнь, благотворительность, огромную популярность набирает спортивное волонтерство. Многие-многие другие направления. Хочу сказать, что это уникальные люди, которые дарят другим бесплатно, безвозмездно всю широту своей души. И поэтому это знаковое явление, что вот эта большая социальная группа по интересам получает государственную поддержку. От семеноводов и селекционеров до продавцов и покупателей. На одной площадке собрались все, кто связан с картофелем. Уже в десятый раз в столице Чувашии открылась выставка «Картофель-2018». Форум стал главной площадкой в стране для диалога и налаживания контактов в сфере картофелеводства. В какое блюдо и на чьи столбы он не попал, везде к месту. По праву картофель именуют вторым хлебом. От готовых картофельных шедевров до семян и ростков. Здесь продукт показали со всех сторон. Выставка уже в десятый раз объединяет всех, кто заинтересован в развитии отечественного картофелеводства. В этом году здесь собрались более 90 участников из 25 регионов России и Беларуси. Республика славится производством картофеля. Я надеюсь, что все эти дни, конференции, участие в мероприятиях на выставке пройдут для вас успешно. И вы увезете кусочек Чувашской земли к себе в регионы. Не секрет, что немалую часть семенного картофеля закупают за рубежом. Эта затрата и существенно увеличивает конечную цену корнеплода. Поэтому первоочередная задача аграриев – полностью обеспечить страну своим семенным материалом. Соответствующую программу развития, селекции и семеноводства уже разработали в Минсельхозе России. И знаково, что выставка проходит при их поддержке. В рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2017-2025 годы, в котором предусмотрено именно выход на новое количество сортов, именно российской селекции и производство большого количества семенного материала. Минимально то, что мы оценим, это 12 тысяч тонн категории «Элита». «Чувашия» – один из ключевых центров, где уже начались научные изыскания. Причем специалисты работают в партнерстве с местными производителями. Совместный у нас проект, мы там соучаствуем, и они тоже начинают развивать производство. Да, да, да. Вот ящики – это прекрасное место. Ящики, анашки, 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 анашки. Наша сегодняшняя выставка проходит под знаком развития селекции и семеноводства картофеля, создания новых перспективных сортов, создания фондов оригинального элитного семенного картофеля, конкурентоспособного с лучшими мировыми аналогами. Каждый год картофелеводы выводят десятки новых сортов. На рынке реализуют семена, которые уже не боятся ни влаги, ни холодов, ни вредителей. Подстроенные под разные климатические условия регионов. Вот в этой княжуле представлено свыше 60 сортов новых совершенно. Им не более 10 лет. От 5 до 10 лет. Буквально свежие внесенные в государственный рез, которые совершенно не уступают ни по каким параметрам лучшим тем, которым сегодня уже есть в производстве. Но их, конечно же, надо сейчас научиться хорошо продвигать. Презентуют и совершенно свежие, еще не занесенные в Росреестр сорта. Первый чувашский сурт картофеля, который выведен на нашей базе. И с этого года мы будем его вносить уже в Росреестр. В Росреестр селекционных снижений. Нет, мы его специально прорастили, чтобы видны были почки. Обратите внимание. А полежкости? Полежкости? Мы его специально прорастили, чтобы почки были. Полежкость очень хорошо. У картофелеводов в республике большие планы. В этом году в Чувашии намерены увеличить пассивные площади. На картофель сегодня очень хорошая цена. За 17-18 рублей буквально можно продать. Картофеля в стране не хватает. Обеспеченность около 90%. Поэтому цена еще будет расти. А наша задача довести в этом году площади до 9 тысяч гектаров. В парк техники в целом хозяйство позволяет это сделать. Выставка позволяет на одной площадке встретиться и семеноводам, и производителям сельхозтехники и удобрений. Новые сорта присматривают для своих личных хозяйств огородники и садоводы-любители. Мы раньше жили в городе, здесь переехали в деревню, пои взяли. У нас там 10 гектаров. И выращиваем картошку, лук сего в Баттерском районе. Урожай нормальный. Сейчас хотим обновить семена. Вот решили приехать посмотреть. Семена здесь интересные, хорошие будут, которые будут для нашего региона. Высокие урожаи дайвати, которые будут меньше. То есть не будет проволочника, гнили меньше будет, и сохранность будет их лучше. Для этого мы сюда и пришли, чтобы узнать новые сорта. Населению реализует местный семенной картофель. Ранние и поздние сорта. Продавать его на выставке планируют на протяжении двух дней. Да и предприниматели намерены заключить выгодные контракты. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Денис Ноздрюхин. Республика. Очередь за Шумерли. Сегодня в Моногороде обсудили итоги работы и задачи на перспективу. Расставить приоритеты перед местными властями приехал председатель правительства Чувашия. Подробности в следующем материале. Вместо одной нерентабельной котельной возвести пять блочно-модульных. Реализация этого плана позволит существенно снизить убытки. Просроченные долги за потребленный газ и электричество в муниципалитете превышают 200 миллионов рублей. Навести порядок в сфере ЖКХ администрации Моногорода необходимо в сжатые сроки. Это приоритетная задача. Поддержку местным властям оказывают и в правительстве региона. Взяли сейчас это на себя, завели государство унитарное предприятие, принимаем риски уже на республику. В 2017 году выделена гарантия, хотя стояли деньги, это тоже город должен почувствовать. Но из-за того, что затянули с участками, затянули с проектированием, отработкой, все это было заменено, деньги на гарантию. Для нашего уже унитарного предприятия определенные риски – это кредиты, это проценты. Это не безвозмездные деньги, это деньги, которые предприятие должно вернуть. Если раньше экономика муниципалитета опиралась на городообразующие предприятия, то сейчас в Моногороде развивается активный и малый бизнес. Только в прошлом году было создано порядка 100 новых рабочих мест. Но все же еще есть куда стремиться. Производственный бизнес здесь развивается. Это и швейные предприятия, очень хорошо здесь открываются швейные предприятия. Это и фабрика «Борис», еще ряд компаний, которые выпускают по франшизе модную одежду, детскую модную одежду. Это вот здесь малые предприятия, это и производители окон, дверей, я имею в виду, пластиковых. Поэтому бизнес развивается. Но не сказать, что темпами, которые могли бы удовлетворить. Не менее важная задача – развитие городской среды. В муниципалитете продолжат благоустраивать парки, дворы, ремонтировать проблемные участки дорог. В перспективе намечено и строительство детского сада. Нужно смелее участвовать в различных вот этих проектах и программах. Здесь, конечно, необходимо софинансирование. Конечно же, нужна разработка проектной сметной документации. У нас есть возможности, конечно, не без проблем. И мы будем активно участвовать в этих проектах. Сейчас у нас в разработке находятся два проекта. Конечно же, мы постараемся их реализовать и, конечно же, получить дополнительные деньги из республики. Иван Моторин отметил, что у Моногорода неплохие перспективы. Сейчас все зависит от грамотно выстроенной стратегии властей. Чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы, председатель Кабмина рекомендовал главам муниципалитета почаще проводить горячие линии с местными жителями. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах закрыли четыре подпольных игровых салона. Задержать злоумышленников удалось в ходе совместной спецоперации Следственного комитета и ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. В ходе первоначальных следственных действий проведено более десяти обысков, в ходе которых изъято более 50 игровых автоматов, один покерный стол, а также иные предметы, использовавшиеся подозреваемыми. Как полагает следствие, указанное преступление подозреваемые совершили в составе организованной преступной группы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В Российской Академии Художеств состоялась презентация монографии нашего земляка, ведущего научного сотрудника Чувашского института гуманитарных наук Алексея Трофимова. Она посвящена национальному искусству, скульптуре и архитектуре. Книга состоит из двух частей. В первой рассказывается об основных течениях и направлениях в искусстве. Вторая полностью посвящена нашей республике. Представлен подробный анализ изобразительного искусства Чуваши разных времен, школ, стилей и направлений. Высокую оценку труду Алексея Трофимова дали президент Российской Академии Художеств, известный скульптор Зураб Церетели. С монографией ознакомились и другие академики. Подготовка вот таких больших монографических работ, она, конечно, очень важна и для образовательного процесса, и для научно-исследовательского развития именно базы искусствоведческой. Поэтому, безусловно, мы очень рады, что сегодня такое событие в Академии Художеств происходит именно в Москве, потому что многие, кто не так часто имеют возможность посетить Чувашию, имеют возможность познакомиться в Москве на выставках с творчеством художников Чувашии и благодаря монографиям, научно-исследовательским работам с искусством именно конкретного региона. 1 марта – не только первый день весны, но и всемирный день комплиментов. И мы решили его отметить. Как? Об этом далее. Ах, боярня красотою лепа, червлена губами, бравми союзно. А получать комплименты от Ивана Грозного – это наверняка особое удовольствие. Но сегодня мы проверим, как чебоксарцы реагируют на комплименты от просто неизвестных людей. Нам поможет наш подставной актер – это Евгений. Здравствуйте. Евгений, у тебя такие стильные очки, я тоже такие хочу. Бога ради, держите. Вот видите, что можно добиться комплиментами. Ну что ж, пойдемте проверим. Итак, эксперимент. Мы прячем камеру и отправляем Евгения на поиски симпатичного объекта. Девушка, вы очень милая. Первая реакция, которую получил наш актер – долгоиграющая улыбка. Как оказалось, это скорее исключение. Пожалуйста, не прячьте волосы под шапкой, они просто прекрасны. А вы знаете, что у вас кофта отлично подчеркивает цвет глаз сегодня? Особенно сегодня в наш день. Что ж, пора отправляться к Евгению на выручку. Мы снимаем опрос. Знаете, мне очень понравилась ваша шапка и вы. Да, спасибо. А скажите, вам нравится вообще, когда вам комплименты незнакомые люди делают? Ой, вы знаете, ну, конечно, приятно, да. Самый ваш любимый комплимент? Не знаю, то, что прекрасно выглядишь, наверное. Самый такой приятный комплимент. Это о самых приятных и популярных. Теперь о необычных. Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь! О том, какие необычные комплименты приходилось слышать в свой адрес, мы спросили у редакторов нашего телеканала. Рифат, какой тебе делал необычный комплимент? Ты один из тех людей, с кем и поговорить, и помолчать приятно. Буквально недавно заболела и читала сюжет своим охрепшим голосом. И наш звук-режиссер мне сказал, что наконец-то у тебя голос повзрослел. Мне вообще не делают никаких комплиментов. Исправим несправедливость. Комплимент от нашей съемочной группы. Мы думаем, Дима один из лучших журналистов в республике. Часто вы получаете комплименты или редко. Психологи советуют реагировать на них положительно. Я и не знала, что коты такие умные бывают. Подумаешь. Если и вышивать могу, и на машинке тоже. В любом случае комплименты показывают, какие мы. Если мы принимаем их вот, ой, нет, это не про меня, то, соответственно, это говорит о нашей самооценке. И человек, который делает нам комплимент, может подумать, да, у человека заниженная самооценка, сделать определенные выводы. Примите достойно, скажите спасибо, уделите внимание, посмотрите в глаза. В общем, делайте комплименты, принимайте их и получайте удовольствие. Наши любимые телезрители. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Борис Андреев, Республика. Далее вас ждут новости с выставки и другая полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. Высокая урожайность, отличный вкус, устойчивость к болезням и вредителям, возможность долгого хранения. Таковы общие свойства сортов картофеля, семена которых предлагает компания Седек. Семеноводством и селекцией любимого корнеклубни россиян компания занимается уже более 20 лет. Агрофирма оздоравливает и улучшает посадочный материал. А с 2008 года еще и создает новые сорта. Триумф, ажур, маяк, краса. Название говорят сами за себя. Краса она, есть краса. Да, она красивая. Но, несмотря на это, также соответствует и по вкусовым качествам, и по лёжкости. Сорт лидер, он белокожурный, очень ранний и достаточно хорошо лежит. Высококачественный картофель – одно из самых важных и успешных направлений работы компании Седек. Однако не единственное. На выставке ажиотаж вокруг стенда с каталогами сортов и гибридов овощных культур. От томатов и перцев до арбузов и дынь. Фермеры и садоводы-любители уже успели оценить качество семян, которые перед поступлением в продажу проходят проверку на всхожесть в собственной лаборатории, аккредитованной Ростельхозцентром. Седек я сажаю давно, не первый год. Нравится, схожесть хорошая, срок созревания не очень большой. Плоды красивые. У нас большой выбор овощных культур ассортиментов. Цветочных, ягодных, кустарников. Перцы – это что-то. Это адмиральская линия и колчаки, и адмирал Нахимов. Кроме того, у нас группа томатов для теплиц, для открытого грунта, для частника, для профессионального рынка. Подробная информация о продукции и контакты компании Седек на сайте www.sedeek.ru Крестьянско-фермерское хозяйство «Эниш» из Козловского района уже девятый раз принимает участие в картофельной выставке. Яркий стенд и на сей раз привлек внимание посетителей. Заместитель главы хозяйства «Эниш» Иван Семенов знает о картофеле, пожалуй, не меньше профессора-агронома. Наше хозяйство в основном выращивает только поздние сорта. В настоящее время мы года два-три выращивали в основном сорт «Галла». Сегодня есть желание подписать договора на закупку семян «Джувель» ранний сорт. И хотим попробовать вырастить сорт «Крона». Хозяйство «Эниш» на рынке Чувашии более 19 лет. За эти годы Семеновы закрепили за собой имя крупнейшего в республике производителя овощей. Здесь помимо картофеля выращивают не только привычные помидоры, огурцы и капусту, но даже арбузы и дыни. Солидный возраст и масштабы позволяют удовлетворить запросы не только чувашских производителей. Планируем в этом году выращивать уже тысячи гитаров зерна, 150 гитаров картофеля, более 50 гитаров капусты, более 10 гитаров огурцов, помидоров и все остальное понемножку. Не только в Чувашии, но далеко за ее пределами знают и любят энишские заготовки – солености, маринады, зимние салаты. Переработка – второе значимое направление деятельности фермеров. Это же натуральные, это же бочковые, соленые, без уксуса, поэтому это натуральный процесс поражения. Молодцы, молодцы. Хозяйство Эниш заключает договоры поставок на экономически выгодных для партнерных условиях, предоставляет гибкую систему скидок, одновременно предлагая услуги не только по продаже овощей и картофеля, но и по комплексному обслуживанию потребителей в различных областях растений и водства. У нас в этом году будут и однолетние цветы, и многолетние цветы, рассада овощей, таких как капуста, томаты, огурцы самые распространенные. В основном можно будет купить в Чебоксарах, это на Николаевском рынке, в 35-м павильоне, в нашем фирменном павильоне. Также у нас будут выездные продажи. Для фермеров и владельцев приусадебных хозяйств налажены продажи семян оптом и в розницу. А сегодня их можно купить на выставке «Картофель-2018». Олесь Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. Инновации в выращивании сельскохозяйственных культур. Этим славится агропромышленный комплекс «Зеленые линии эколога», который входит в группу компаний «Союз СНАП». Лидера в области исследования и производства ингредиентов для всех отраслей пищевой промышленности. Полеводство, садоводство и животноводство. Каждое направление успешно развивается. Немалую роль в этом играет собственная лаборатория микроклонального размножения. Только путем микроклонального размножения можно добиться здорового материала. Здоровый материал растений влияет потенциально на урожайность. Технология выверена. Сначала здоровые микрорастения выращивают в пробирках, затем в теплицах. Датчики передают показатели влажности и температуры. Благодаря им специалисты изменяют микроклимат. Безвирусный картофель или саженцы плодово-ягодных культур – ассортимент сортов разнообразный. В качестве продукции зеленые линии эколога можно быть уверенным. В микроклубне и саженцы все проверяется, тестировано и ФА, и ПЦР. Каждая микроклубень гарантирована здоровой. То есть он проверяется на первых фазах черенкования, также он проверяется на выходе по новому ГОСТу. Наши лаборатории оборудованы новейшими технологиями, готовы к объему более 300 тысяч растений в год. Зеленые линии эколога сотрудничают с ведущими предприятиями страны, которые находятся во многих регионах. Компания только зашла на рынок Чувашии. И вы можете быть в числе первых партнеров. Здоровый и хороший урожай – это то, что вам нужно? Тогда звоните по телефону, указанному на экране. Новозеландский красный немецкий пестрый великан – французский баран. Всего на выставке ушастых пушистиков можно насчитать более 40 видов кроликов, как гигантских, так и совсем крошечных. Это французский баран, ему 4 года, и размер его ушей достигает около 70 сантиметров. И весит он около 8-7 килограмм. Он не кусается, он не опасный? Нет, он не кусается, не опасный. С ним дети имеют часто очень контакт тоже. Этот кролик – сын победителя конкурса в Голландии. Как и все представители породы французский баран, отличается спокойным характером и фотогеничностью. Аппетит у него, как и у остальных обитателей данной выставки, просто отменный. И совсем нет чувства насыщения. Так яблоки и морковки они могут поглощать круглые сутки. Не влюбляться в этих милейших созданий просто невозможно. Мы пришли на выставку, попали случайно и были очень удивлены таким разнообразием животного мира. Я думала, кролики они одни, а тут столько видов, что поражает. Нам даже дали погладить их. Ребенок визжал. Выставка замечательная, здесь можно погладить, покормить кроликов. Приходите, не пожалеете. Долгожданная выставка ушастых и пушистых никого не оставит равнодушным. Почти все животные находятся в открытом доступе. Их можно погладить, покормить и подержать на руках. Анастасия Максимова с сыном Даниилом одними из первых пришли посмотреть на плюшевых зайчат. Привела ребенка посмотреть. Но, честно говоря, для взрослых это тоже очень интересно. Поэтому советую прийти не только детей привезти, но и взрослым посмотреть обязательно. А в зале по соседству расположились более 10 видов голубей. Статные красные, николаевские, белохвостые, почтовые, европейские. Выставка пернатых и пушистых располагается на пятом этаже МТВ-центра. Послушать голубей и погладить пушистых крольчат можно ежедневно со 2 марта с 10 и до 7 вечера. Без выходных и перерывов. Без выходных и пушистых располагается на пятом этаже МТВ-центра. Субтитры создавал DimaTorzok